Играю партию на Ческом с мастером Фида из Израиля. И сыграю против него, наверное, Немцовича. Слом Б4. Заберу на С3, хочу сразу испортить спешную структуру ему. И теперь уйду 2-0. Конь С6, хочу поставить Д6 и Е5. Вот такую систему разыграть. И здесь нужно подумать, может быть, сразу сыграть Е5? У него будут сдвоенные пешки, но я все-таки буду отставать в развитии. Наверное, не стоит рисковать, сначала ФСЕ7 лучше. Чтобы следующий ход Е5 уже был вполне уместен. Е4 укрепляет центр соперник. Ну и здесь, наверное, слон Ж4 уже выйду. На Д5, наверное, схожу конь Б8 с идеей перевести коня через Д7 на С5. Рано или поздно, конечно, так пойдет. Потому что пешка Д4 уже подвисает, например, после ладей ФД8 хода, да. И придется уже какие-то решения принимать белым здесь. Ну, ввиду своего коня через Д7 на С5 сейчас. А4, наверное, неплохой ход был бы за соперником. Попытаться как-то по диагонали А3, Ф8 создать мне какие-то проблемы. Не знаю, над чем сейчас именно думать. Может быть, слон Ж5 еще хочет пойти. Как-то так. Я тоже конь БДД7. Ну и теперь, наверное, слон Ж5. Сохраняю связку и гражу перевести слон Ж6 поближе к пешке Е. Брать, естественно, нельзя пока. У меня под связкой ферзь. Перси. Наверное, Б6 здесь сыграю. Укреплю еще раз фигуру. И, наверное, конец Ф6 перетащу на Д6 уже. Есть такой план. Тут либо конь Ф5, либо конь Ж6. Этого коня здесь терпеть очень опасно, так что разменяюсь. Позиция закрытая может возникнуть. Поэтому надеюсь, что мои кони будут здесь сильнее, чем его два слона. Ф6 пока, чтобы уже он сам не сыграл. Ф6 в каких-то ситуациях не обострил игру. Не тороплюсь в конь Д6, потому что будет слон С5. Пешечная структура испорчена. Наверное, так играть все равно нужно будет. Но сначала ферзь ДС. Теперь уже залазю. Возьмусь пешкой С. Надеюсь, что это не изолятор, а проходная будет в будущем. То есть в Эншпиле. Например, слон С5, БЦ. Еще подразменяю несколько фигур и поведу свою пешку А. Но с другой стороны, он может ее затормозить. Например, ходом ладья А6 где-то. И тогда это уже станет объектом для атаки. То есть двоякая ситуация, непонятно. Перевес это будет. Или же наоборот слабость. Пешка А7. Но он выбрал план игры на короля. Хочет на А7 надавить. Я поведу свою пешку поближе к ферзю. На А5, наверное, на А6 заблокирую. Ну а здесь конь Б3, наверное, нужно залезть уже. Или поторопился с этим ходом, не знаю. Просто там слон Б3, АБ, ладья Б1 был. Хочет уже пробить слон Д6. Я, наверное, могу здесь съесть сюда. Скорее всего, в цепноте зевает соперник конь С4. Теперь Б5. И А6. Пытаюсь заблокировать контр-игру. Кстати, вот здесь интересное решение было за него в ладья А6. Что бы я делал? ГХ, ферзь, Г6. Король А8, ферзь, Х6. И, наверное, это мат уже. Что-то близко к мату. В связи с этим я королем сейчас отойду. Поспешное решение был ход. Король А7. Время у меня подумать есть еще. Ну, конь Д2, наверное. Просто зевает ферзя, да. И сразу сдается. Ну, не думаю, что у меня была хорошая позиция. Наверное, все-таки стратегический план не совсем верный я выбрал. Потому что, допустим, вот в позиции, где я допустил ход Д5 и потом перешел конем на Ц5, все-таки он стоял под связкой. И при правильной игре, мне кажется, белые могли бы хорошую инициативу создать как на ферзьевом фланге по линии Б, так и по линии Ф ближе к королю. Но, в принципе, стояло довольно-таки крепко. Раскачать у меня было не так просто. Поэтому, попав в цитнот, соперник допустил ряд ошибок, которые позволили мне как раз создать контр-игру и в итоге победить.